МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театр Нового Поколения. Рада вас приветствовать. Спасибо, что пригласили. Знаю, что у вас сейчас напряженный репетиционный график, потому что на кону премьера. Однако, так как вы впервые у нас в студии, давайте немного расскажем, что такое, в принципе, Театр Нового Поколения. Театр Нового Поколения создавался довольно быстро, потому что основой этому послужил проект опера «Во благо», который был задуман выпускницей нашей консерватории. И, в общем-то, предполагалось, что мы будем, выступая, помогать тем деткам, которые в этом очень нуждаются, деткам, которые на данном этапе болеют и так далее. И, в общем, онкозаболевание. Ну, в общем, все печальное, что есть в этой мере. Вот. А затем мы подумали о том, что вот этот проект собрал очень много талантливых и хороших ребят, которые хотят сказать свое веское слово в искусстве. И дальше это уже переросло в создание нового проекта, вот как раз Театра Нового Поколения, который... Который, который сейчас будет выпуск... Вот мы сделаем этот перформанс, который мы... Это, вообще-то, концерт, но мы назвали это перформанс для оперы и фейсбука, поскольку мы решили сделать не просто академический концерт, да, то есть вокалисты выходят, поют красиво, там, кланяются и уходят. Нет. Мы решили объединить это неким общим местом действия и решили, что вот что для современного человека самое привычное сейчас место – это социальные сети. И мы объединили арии и дуэты классических композиторов – это Моцарт, это Россини, это Масне, Пучини, Афенбах – и объединили их с постами людей реальными, которые пишут в социальных сетях. То есть все диалоги и монологи, которые будут произноситься со сцены, это реальные люди написали реальные посты. Мы их немножечко отредактировали для сцен и объединили, получилось вот такое вот органичное объединение. Кому пришла в новую жизнь такая? Мне. Кто занимался отбором этих текстов? Кто вычитывал эти тексты? Там вся ваша францлента? У меня, во-первых, не один аккаунт, не только Фейсбук, у меня и ВКонтакте, и вообще много других, но нет, мы собирали вместе все. Это студийная работа, это работа общая, коллективная, потому что мы сочетали, то есть не просто, что надо спеть дуэт, а надо еще, чтобы смысл сочетался того, что поется, с тем, что говорится. Ну вот это вот было достаточно... То есть теории и наши посты с Сашей тоже могут попасть в вашу? Абсолютно. Поэтому будьте осторожны, что вы пишите им. Добавить Влада в друзья просто. Нет, не добавляйте. Это хорошо. Как вам участие в постановке? Безусловно, это очень интересно, в первую очередь, потому что, как Влад сказал, это живая работа. И в данном случае как раз очень приятно, что режиссеры, актеры, они полностью взаимодействуют, то есть Влад всегда прислушивается. Очень приятно, когда режиссерам можно что-то рассказывает, пытается донести какую-то информацию, ты раз и перебил. И тебя услышали. Ну, в общем-то, на самом деле, да. Отжимать права. Да, это живое общение. Не приходится. Обычно как раз вот... Как раз я делаю паузу и жду, что скажете? Какой-то классической работе, да, там нужно отбивать свои права. А тут в нашем случае... В этом формате можно написать пост на Фейсбуке. Да, и тебя услышат. Нет, режиссер точно услышит. Опера всегда ассоциируется с таким чем-то очень консервативным, очень скованным и очень зажатым. Знаю, что у вас в театре все-таки профессиональные все участники. Это не аматоры, это люди, которые закончили консерваторию, и у которых все-таки есть вот такое вот, наверняка, консервативное мнение. Как они шли на контакт? Вы знаете, как раз у ребят вот такое яркое, ярко выраженное желание контактировать с публикой. И одной из задач нашего театра является необходимость и возможность донести до более молодого поколения то, что вот ребята молодые вот с этим консервативным искусством очень дружат и могут им одарить, тех, кто, собственно, к этому никак не причастен. И вот это одна из задач нашего театра – сделать более доступным, менее консервативным, скажем так, именно оперное искусство. Ничего не меняя, собственно. Да, это не значит, что мы выворачиваем там Моцарта наизнанку, да. Ни в коем случае вот все до последней ноты, до последнего знака, который написал композитор, да, это все исполняется. Но это все подается в нашей современной интерпретации. Я бы не сказал, что это какой-то авангард, это мейнстрим, в принципе, всего оперного сообщества мирового. Ну, очень интересно, на самом деле, интригующее такое. Начало, по крайней мере, вот подобных проектов в рамках «Утро на седьмом» презентованного еще не было. Я вам скажу, что в рамках Одессы вообще такого проекта не было. То есть в Одессе очень много разнообразных театральных, драматических студий, но на моей памяти нет ни одной экспериментальной оперной студии. То есть вот есть… Это мастерство очень высокой планки, поэтому и нету их. Да, и, ну, вы знаете, вот есть один оперный театр, да, наш, но туда не могут попасть все выпускники консерватории. И театр нового поколения вообще полностью отвечает именно своему названию – театр нового поколения. Потому что ребята не стали сидеть, ждать, когда их кто-нибудь пригласит, когда их кто-нибудь позовет на сцену. Они самоорганизовались, и они сделали этот проект полностью сами, и сами себя продвигают. То есть у нас нет ни спонсоров, у нас нет ни каких-то там меценатов, денежных мешков. Мы это делаем все сами, своими силами, своими усилиями. И когда вот эта вот энергия ребят, юношеская, такая очень здоровая, классная, бурлит и кипит, к ним начинают подтягиваться другие люди. И вот эти другие люди, вот дизайнеры, художники, хореографы, кто еще у нас, в общем-то, эти люди начинают делать что-то просто потому, что вот они питаются этой энергией. Хорошо. У меня вопрос по поводу фейсбука и постов. Будут ли присутствовать на этой премьере люди, посты, которых вошли в эту перформанс? Нет. Они не в курсе? Разве что случайно, потому что, ну, и вряд ли на самом деле они их узнают, свои посты. Потому что мы их, во-первых, адаптировали, во-вторых, мы немножечко их, да, переиначили. И, в принципе, это не будет нарушением никакого авторского права и личного пространства, потому что ничего, мы не будем называть этих людей, и мы не будем, мы делаем это все очень корректно. Ну, это да, информация доступна, речь не шла о нарушении авторских прав. Просто было интересно, насколько, ну, я бы, наверное, был удивлен. Был ли мой блог, или не помогал. Я, наверное, был удивлен, если бы все делал в зале. Большинство монологов, которые будут там звучать, написал питерский автор, и это, в принципе, авторские монологи, которые, ну, это большинство, это не все, это большинство. Это очень экспериментальный формат. Не страшно ли браться за подобное, потому что вот тут новое для Одессы абсолютно, или вас примут, или нет? Страшно, конечно. А вот к ребенку маленькому, который становится на ножке, начинает идти, вот его страшно или не страшно? У него выхода нет, ему в любом случае идти вперед. А вы можете ставить Чехова? Мы можем, между прочим, Медведя поставили в Киеве, вот такой тоже экспериментальный сделали. Ну, мы подумаем. Чехова, но там нужно из контакта брать. Здесь есть фейсбук, а там есть контакт. Есть ли какие-то интересные закулисные истории? Это всегда волнует зрителя. Это он, может, Андрей расскажет. Я всегда по другую сторону кулисный. Ну, не надо так прямо интересные закулисные истории. Да, но не то чтобы скандалы, интриги, расследования закулисные. Но закулисная жизнь происходит, все общаются, все спешат, в первую очередь, все спешат на репетицию, потому что все между собой дружат. Да, и в первую очередь мы как бы собрались как друзья и начали думать, как же нам сделать театр. То есть за кулисами происходит обычная дружба. Я знаю, что параллельно каждый из вас ведет какую-то профессиональную деятельность, и так или иначе, либо связанную с театром, либо нет. Но вот как выкраивать в повседневной жизни еще и время для театра? Мы ходим после работы уставшие, обычно хочется уже ближе спать и ничего не делать. Да, сложно, приходится именно выкраивать время. Кто-то отпрашивается, кто-то убегает, кто-то скандалит. Кто-то потом отрабатывает. Да, Влад, потом Влад скандалит, когда если ты не выкроил время, то скандалить будет. Семья поддерживает вас в этом занятии? Обязательно, конечно, но чтобы я не скандалил в семье. Да, ну для нас это в первую очередь, помимо какой-то, не знаю сказать, профессиональной деятельности, это еще и хобби. Да, и на хобби нужно находить время для того, чтобы быть счастливым человеком. Ну у нас кроме закулисной жизни есть еще и жизнь во ВКонтакте, в социальных сетях. То есть мы репетируем, вы будете смеяться, мы репетируем, продолжаем репетировать в сети. В социальных сетях? Нет, не в скайпе, в чате. У нас есть общий чат, и мы, приходя, расходясь после репетиций, мы еще сидим и что-то обсуждаем, какие-то моменты. Ну и все диалоги в спектакле не выведут. Нет, нет, нельзя показывать людям. А те актеры, которые очень устали во время репетиции, они просто ставят лайки. Ну вот, по крайней мере. Да, 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 да. Или кота в шляпе, знаете, вот это. Так, а ну-ка давайте немного серьезнее. Вопрос следующий. Для тех горожан, которые только узнали о вашем театре, как можно к вам присоединиться? И можно ли? Вот этот спектакль, собственно, ждет всех горожан и гостей. Да, 9 апреля в 19 часов в Доме клоунов. На Ольгинской 23. Мы ждем всех, и с нами можно, к нам можно подойти после спектакля, пообщаться, найти нас в Фейсбуке, во Вконтакте. Это важная информация, вы должны быть 100% в этих соцсетях. В этих социальных сетях можно присоединиться, пообщаться, задать вопросы, обсудить что-либо. Мы открыты. И предложить своей, может быть, текст. Свою помощь. Для зрителей есть ли возрастные границы? Нижняя, верхняя? Нет. Наверное, нижняя больше волнует. Нету ли ничего-то такого, что может быть 18+, грубо говоря? Нет, ничего. Это любовь в самом чистом, в самом лучшем ее проявлении, которое можно только... Это хорошо, и, к сожалению, бывает редко. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студии. Давайте еще раз пригласим всех горожан. Дорогие друзья, любимые одесситы и гости нашего города, мы ждем вас 9 апреля в 19.00 в Доме клоунов на перформансе, который называется «Истории любви». И в этом действии будут принимать участие наши выпускники Одесской национальной музыкальной академии, замечательные молодые певцы, очень талантливые ребята, которые хотят высказаться. Приходите к нам. Спасибо огромное. Спасибо вам, что пригласили вас. Сегодня в студии «Утро на седьмом» была Лариса Лобода, доцент Одесской национальной музыкальной академии, Влад Маслов, журналист, и Андрей Сакара, актер театра «Нового поколения». Спасибо огромное. И до новых встреч в студии. Приходите к нам. Благодаря такому интересному знакомству в студии «Утро на седьмом» мы узнали, что можно репетировать не только на сцене, а и с помощью социальных сетей, например, в Фейсбуке. И эту информацию мы узнали от участников театра «Нового поколения». Спасибо им еще раз огромное. Будем завершать эфир «Утро на седьмом канале». Спасибо большое, что эти два часа были вместе с нами. Сегодня говорили с вами о здоровье. Мне кажется, что даже если десятую часть взять на вооружение, то уже состояние наше с вами улучшится. Главное, чтобы настроение было хорошее и настрой позитивный. Это основа основ. Так что завтра в семь часов, включайте «Утро». Главное, не проспите. До скорого. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова